МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На неделе городские власти представили Красноярску новую транспортную схему. При просмотре проекта уже стало понятно, что в Красноярске до 2033 года точно не появится метро. От многоуровневой развязки на предмостной площади, которую горожане ждут уже почти 10 лет, тоже решили отказаться. Зато мостов станет 5. Открытое обсуждение этого проекта состоится 19 ноября. Согласны ли вы с новой схемой? Звоните нам по телефону 265-45-00. Мы готовы выслушать ваше мнение. Вторая тема для обсуждения – ликвидация очереди в детских садах. Теперь за отказ от предложенного садика, например, по причине большой удаленности от дома, ребенок в очереди переносится в архив. У родителей есть 5 календарных дней для принятия решения. Еще одно изменение, касающееся детских садов, дошкольным учреждениям разрешили отчислять воспитанников из-за долгого отсутствия. Как вы считаете, помогут ли такие меры ликвидировать очередь в детские сады? И еще одна тема, третья на этот раз – неоперативные службы. На этой неделе депутаты проверили работу единой службы 112. Оказалось, эта служба всего лишь посредники между гражданами и скорой, пожарными и полицией. Сотрудники диспетчерской службы получают звонок, а потом перезванивают по тем же номерам, что и мы с вами. Насколько оперативно вам удается дозвониться по номерам оперативных служб? Мы начинаем выпуск и ждем ваши звонки по телефону 265-45-00. Пламя полностью поглотило здание школы на севере Красноярского края. Видео и фото с места происшествия прислали в группу новостей ТВК во Вконтакте местные жители. На кадрах видно, как огонь осветил всю округу. В поселке Тура загорелось деревянное двухэтажное здание школы-интерната. Всех людей, находившихся в нем, а это 137, детей и 11 человек персонала пришлось эвакуировать. Пламя распространилось на 1500 квадратных метров. В итоге здание было полностью уничтожено. К счастью, никто из людей не пострадал. На тушение пожара были привлечены 7 человек и 2 единицы техники. По информации МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания в неисправной розетке. Краевого министра по экологии Елену Вавилову отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял суд Центрального района. Об этом новостям ТВК сообщили сразу несколько источников. В пресс-службе краевого правительства эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что не видели постановление суда. Напомню, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. По информации новостей ТВК, министра была замешана в схеме с незаконной вырубкой леса. Она отдавала 800 тысяч кубических метров лесных насаждений госпредприятию «Краслес». В конце сентября этого года следственные органы возбудили в отношении Вавиловой уголовное дело. Суд принял решение отстранить министра от должности из-за возможного оказания влияния на своих подчиненных, которым проходят по делу как свидетели. Важная информация для автолюбителей. С сегодняшнего дня в центре города начала действовать новая схема движения. С 6 утра введен односторонний проезд на улице Ады Лебедевой на участке от Горького до улицы Вейнбаума. Также в одном направлении теперь двигаются автомобили по улице Республики от Кирова до Горького. На данных участках дежурят экипажи ДПС. Они помогают автолюбителям сориентироваться на месте. Добавлю, также изменилась схема движения 88-го и 99-х автобусных маршрутов. Подробности можно узнать на сайте городской администрации. И еще одна новость для автолюбителей. В Красноярске на две ночи закроют для проезда машин мост через Скачу в районе кольца Калинина Майорчика 2-я Брянская. Ограничения будут действовать сегодня и завтра с 22 часов и до 6 утра. Как сообщили в администрации города, рабочие здесь будут монтировать прогоны и надвижки пролетного строения над мостом. С Майорчика на Брянскую объезд будет организован через переулок, расположенный вдоль территории ГУФСИН. Ну и тему транспортной схемы нашего города мы продолжим обсуждать уже вместе с вами. Звоните по телефону 265-45-00. На этой неделе городские власти представили Красноярску новую транспортную схему до 2033 года. Метро в ней нет. От многоуровневой развязки на предмостной площади тоже решили отказаться. Зато мостов станет пять. Увеличится количество велодорожек и пешеходных зон. Запланированы и новые развязки. 23 на левом берегу и еще 8 на правом. Открытое обсуждение этого проекта состоится 19 ноября. Ну что же, есть первый дозвонившийся до нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Что вы думаете о транспортной схеме нашего города? Вообще удобна ли она? Вы знаете, Тамара, я хотела сказать вот по поводу крыса на предмостной площади. Обычно говорят, что страдают люди, которые едут по Красрабу. Я хочу сказать за жителей Кировского района, которые едут с Первомайского поселка по 60 лет октября. Вы знаете, вот чтобы доехать до работы, полдевятому, я работаю на театре оперы и балета, мне приходится выезжать 7 часов. То есть за полтора часа мне нужно выезжать. У нас люди падают в обморок в автобусе. Ну, я не знаю, с каждым годом становится все хуже и хуже. Ну, я не знаю, как вот без кольца, как без развязки на этом кольце предмостной площади можно обойтись. Ну, что-то надо делать. Это вот просто невозможно становится уже ездить. Поняла. Вы ездите на автобусе, не на машине? Да, на автобусе. Полтора часа каждый день на автобусе и туда и обратно. Это нелегкая работа у вас. Держитесь. Ну, и, конечно, будем надеяться на то, что как-то эту транспортную схему когда-нибудь, может быть, 2033 году, но наладит. Спасибо вам большое за звонок. Звоните, вы можете тоже подключиться к обсуждению по телефону 265-45-00. Ну, а пока у нас реклама. Для тех, кто желает присоединиться к обсуждению следующей темы, напомню, что в следующий раз мы будем обсуждать работу единой службы 112 для экстренных вызовов от нас, от горожан города Красноярска. Так что, если у вас есть какие-то нарекания или, наоборот, похвалы, можете уже позвонить, обсудим вместе. Ну, а пока мы продолжаем. На страже спокойствия красноярцев ежедневно в нашем городе на дежурство выходит 234 участковых. Чтобы обеспечить закон и порядок бойцам невидимого фронта, приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями. Какими качествами должен обладать настоящий участковый и почему эта профессия в последнее время стала снова престижной? Смотрите в сюжете далее. Алексей Мисуна делает обход своего участка. Ответственность немалая – 10 общежитий на улице Борисова. Здесь живут студенты и работники Сибирского федерального университета. Более 5000 человек. Участковый проводит профилактические беседы. В магазине напоминает об ответственности продажи алкоголя несовершеннолетним и дает совет продавцу быть более бдительным. В обиходе появились фальшивые купюры. Потом заходит к одному из сотрудников университета. Мужчина – владелец оружия. Нужно проверить лицензию и посмотреть, как оно хранится. Здесь все в порядке. К подобным проверкам граждане в большинстве своем относятся с пониманием. Проверяет, ходит, постоянно проверяет, чтобы все было нормально. Все сможет. Какие отзывы участковым? Положительный он живет. Хороший человек, хороший работник. Дослуживает уважение. Следующий пункт – девятый этаж. А в одной из комнат общежития накануне была веселая вечеринка. Алексей Мисуна рекомендует студентам соблюдать порядок. Подбирает нужные слова и правильный тон. Согласно закону Краснодарского края, у нас ночью сколько наступает? 22 часа. То есть после 22 – тишина, музыка. Шуметь больше не будете, да? Нет, нет, конечно. Мы вообще тихие девочки, на самом деле. По словам Алексея Мисуны, участковый должен иметь не только хорошую физическую подготовку, но и знать законы, а еще быть психологом. Люди приходят, да, побеседовать просто. То есть просто нужен совет человеку, кто-то должен его выслушать, какую-то помощь оказать. То есть нужно быть добрым, все-таки отзывчивым. И, наверное, ну и подход к каждому человеку нужно искать отдельно, потому что люди все разные. Несмотря на все трудности, профессия участковый становится все престижнее, ведь это не только почет и уважение, но еще и особые льготы, которые имеет только эта категория полицейских. Предусмотрена такая норма, как предоставление участковому полномоченным полиции жилого помещения в течение шести месяцев с момента назначения на службу. Заработная платность участкового полномоченного полиции составляет в среднем при назначении на должность. Для начинающего участкового она составляет чуть более 40 тысяч, ну и в дальнейшем она уже может дойти до свыше 70 тысяч. Также участковому полагается ежемесячная надбавка к зарплате и бесплатный проезд с семьей к месту отдыха. На сегодняшний день в Красноярском крае есть 115 вакантных мест участковых уполномоченных. Требования к кандидатам, отсутствие судимости, здоровье, пригодное для прохождения службы и высшее юридическое образование. Все желающие могут обращаться в территориальные органы внутренних дел, а также звонить по телефону 245-95-37. Андрей Носков, Виталий Суботин, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Ну что же, а мы продолжим и прямо сейчас поговорим о работе единой службы 112. На этой неделе депутаты проверили работу единой службы 112. Оказалось, эта служба всего лишь посредники между гражданами, скорой, пожарными и полицией. Сотрудники диспетчерской службы получают звонок, а потом перезванивают по тем же номерам, что и обычный горожанин. И на это посредничество выделяют бюджетные деньги. Только в этом году край потратил более 20 миллионов рублей. Обсудим вместе. У нас есть уже дозвонившиеся по этой теме. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Очень приятно, Наталья. Вы сталкивались со службой 112? Сами звонили, обращались? Да. И как? Оперативно ответили вам? Приехала ли помощь быстро? Ну нет, быстрая помощь никакая не приезжала. Мне всегда поражает то, что дозвониться практически вообще никуда невозможно. В связи вот с теми разговорами, которые стоишь и сидишь на проводе, да, и слушаешь либо музыку, либо какие-то комментарии, когда перезвонишь, какая очередь. Очень тяжело стало дозваниваться. А то, чтобы дозвониться, вызвав врача на дом, ну это вообще нонсенс какой-то. Там действительно, там столько наговорят, но в пределах 10-7 минут надо все это выслушать. Только потом, может быть, ты куда-то и попадаешь. Либо срывается звонок. Вот и все. Вы каким номером пользуетесь, когда вам нужны, я так понимаю, услуги скорой помощи, да, требуются? Нет, ну здесь милиция как-то понадобилась, вызывали, вызывали вечером, приехала утром. Вызывали настолько долго, что там уже, ну, не нужно было этой милиции, но она приехала утром почему-то. Спасибо вам большое. Не очень оперативно и не очень экстренно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я хочу рассказать, в том же случае со 112, мужчине на даче было плохо. И не могла вызвать скорую, потому что по сотовому не получалось набрать. И я набрала 112. Они говорят, давай ругаться, а вы что нам сюда звоните? Звоните 03. Я говорю, так вот не получается дозвониться. Но они, в общем, в грубом тоне. Потом бросили трубку. В итоге я второй раз им позвонила, но они потом перезвонили все-таки скорую. А, они сказали, как набрать на сотовом правильно 03. Ну, в общем, сложно очень. С ними вообще, я не знаю, для чего они вообще существуют. И как это... И оказывается, они никому вообще не подчиняются еще. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение и за вашу историю. Следующей темой будем обсуждать ликвидацию очереди в детский сад. Тема вечная, проблемная. Так что звоните по телефону 265-45-00. А пока немного полезной информации. Лучшие в самоуправлении, защите экологии и поддержке малоимущих. Накануне в Красноярске вручали премию «Гражданская инициатива». Как проявить себя и благодаря чему Красноярский край оказался лучшим в стране? Подробности далее в выпуске. Коллектив, как сказать, очень доброжелательный. Коллектив, современная техника и качество лечения – вот что важно для любого пациента, любой стоматологической клиники. Но для людей с повышенными потребностями все это имеет двойное значение. Коробейникова Гульчачак – СМАЯ пациент клиники «Зубник», которая в рамках проекта «Подари улыбку» бесплатно и с особым вниманием оказывает услуги пациентам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и порой не имеют средств на лечение. Часто стоматологи отправляются и на дом к таким людям. Существуют целые категории группы населения с определенными нозологическими формами, с определенными болезнями, которые помощь не могут получить по ряду причин. То есть они не могут либо прийти просто физически. И таких тысячи пациентов. Благодаря особому отношению к социально незащищенным группам населения, клиника стала лауреатом премии «Гражданская инициатива». Награда была учреждена Комитетом гражданских инициатив и фондом бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Задача – поиск и поддержка достойных лидеров. Русланянский край дает больше всех предложений, больше всех творческой и социальной инициативы. Конкурс проводится по 12 номинациям. От инициатив в области местного самоуправления и борьбы с коррупцией до проектов в сфере экологии, науки, культуры и поддержки людей с ограниченными возможностями. Лауреаты получают не только больше возможностей для развития, но и финансовую поддержку. Правда, организаторы уверены, что главное совсем не в этом. Это не про деньги, это про душу. Еще и про то, что если мы не начнем сами себя с нашего подъезда, с вашего дома, с вашей стены во дворе, с вашего маленького уголка, ничего не произойдет. Добавим, что в крае ведется активная работа по поддержке гражданских инициатив. Например, в этом году в рамках федеральных региональных программ на поддержку общественных проектов будет направлено более 65 миллионов рублей. Заявки на следующий конкурс уже принимаются. Для того, чтобы принять участие в премии, необходимо просто заполнить заявку на сайте. Основная задача – желание изменить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Захар Письменник, Сергей Березовский. Новости ТВК. Ну а мы продолжим и далее будем обсуждать еще одну тему, тему, которая волнует абсолютно всех родителей, чьи дети ходят или хотят ходить в детский сад. Итак, о ликвидации очереди в детский сад. Далее пойдет речь. Готовьте свои звонки. На этой неделе вышли очередные изменения в порядок комплектования детских садов и сразу несколько. Теперь за отказ от предложенного садика, например, по причине большой удаленности от дома, ребенок из очереди переносится в архив. У родителей есть пять календарных дней для принятия решения. Еще одно изменение касающихся детских садов. Дошкольным учреждениям разрешили отчислять воспитанников по причине долгого отсутствия. К уважительным причинам относятся только болезнь, командировка родителей или отпуск с предоставлением всех справок и документов. Итак, что вы думаете по этому поводу? Вы можете высказаться по телефону 265-45-00. У нас есть звонки. Здравствуйте. Как зовут вас? Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Ольга, у вас дети есть, я так понимаю? Ходите в детский сад? Да, у меня есть ребенок. Вот, ожидаем тоже очереди в детский сад. Я хотела высказаться по поводу этой очереди. Мне так и хочется задать вопрос нашей администрации. Концент, конца, никого пытаются обмануть, нас граждан или все-таки президента. Потому что так вот ликвидировать очередь, это не очень-то красиво, это не очень правильно, это нарушает права этих детей. Я представляю, что, ну, допустим, как я, например, моя девнучка, да, у меня нет транспорта и тому подобное. Как я, например, буду водить с одного района ребенка в другой район, и я не представляю, и потом еще успеть на работу. Ольга, вы в каком районе живете? Советский. Если вам дадут садик, например, в Кировском или в Ветлужанке, вы откажетесь или будете все-таки возить ребенка? Конечно же, я откажусь, потому что я не представляю, как, допустим, в Советский район отвезти ребенка в Ветлужанку, да, и с собой потом ехать на работу. Особенно, если попасть в час пик. Вечером, когда ты ешь в работу, ты ешь в час пик. А садики работают до 19 на 0. И опоздаешь, где этого ребенка своего буду искать, в каком отделении полиции этого ребенка искать. Боже, спасибо вам большое за звонок. Я надеюсь, что воспитатели, как и в прошлые времена, еще остаются с детьми, если их родители задерживаются. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Я вот хотел бы тоже по поводу очереди в детский сад. Встаем по очереди 3300, а сейчас вот в отпуске был, зашел 3700. Просто очередь как бы не снижается, а наоборот увеличивается. Непонятно вообще, то ли эти дети чиновников, ну как там, наших... Сколько лет вашему ребенку? Сколько лет ребенку? Ребенку уже год подходит. То есть вы год стоите в очереди, и вы до сих пор 3700? Да, уже вверх пошли, короче, в очередь, не вниз, а вверх наоборот. Я вот не пойму, что это за... Ну, вам нужно, я думаю, звонить или обращаться, узнавать, почему вы двигаетесь, но не в ту сторону очереди, это как минимум не очень справедливо. И боюсь, что шансов у вас попасть до школы с такой очередью не очень много. Вы сами как думаете, отдадите в частный сад ребенка, или будете как-то устраивать его времяпрепровождение? Ну, желательно, как бы, конечно, муниципально, потому что у меня ипотека, как бы, просто не потянем. Все, я вас поняла. Спасибо вам большое за ваше мнение и ваш звонок. Держитесь, я надеюсь, что все решится в нужную сторону. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно, у вас тоже дети. Да, у меня двое детей, но старший школьник маленькой девочки два года будет через два месяца. Мы в настоящий момент 3050-е. И у меня вопрос вот такого характера. Если, например, очередь дадут, мы проживаем в Северном, в другом районе, и за пять дней, если хотелось бы найти обмен, как это было раньше, возможность такая была, а сейчас как это будет происходить? То есть нас убрали в архив, и я не имею права найти обмен за этот год. Получается, что да, вам просто нужно либо согласиться, ну, либо тогда уже не жаловаться. Либо отказываться, да, то есть за пять дней обмен найти невозможно. Да, я думаю, что все нюансы и подробности, конечно, лучше узнать в нужных инстанциях, но в любом случае вот эта история с архивом, я думаю, это правда не очень справедливо по отношению к родителям, особенно которые и так стоят в такой долгой очереди. Спасибо вам большое за участие, за звонки и за ваше мнение. Я надеюсь, нужные люди нас слышат. Мы же продолжаем, и прямо сейчас информация о погоде, как в городах нашего края, так и в городе Красноярске. Пальто-центр. Новая коллекция теплых пальто, курток и пуховиков уже в продаже. Классические и молодежные модели. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет музыкальный бар «Бис энд Хани» на взлетной 50А. Итак, поговорим о погоде на сегодняшнюю ночь и на завтрашний прекрасный воскресный день в нашем городе. Ночь сегодня будет достаточно морозно, минус 4. Я надеюсь, вы уже переобулись, и вам не скользко будет двигаться по дорогам, особенно в ночное время. Ну а днем 0 градусов, так же, как сегодня, комфортно, но мокро. Что касается рабочей недели, то в понедельник плюс 1 и мокрый снег, плюс 0 и плюс 2 во вторник и среду, зато солнечно. Хорошей вам погоды и хороших выходных.